МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые зрители. Маргарита Сафонова, администратор корпоративно-интеллектуальной лиги. Здравствуйте, Маргарита. И Александр Крестов, капитан команды ВЛРУ, чемпионы весеннего сезона. Добрый день. Здравствуйте. Ну, я думаю, что для начала стоит рассказать, как конкретно вы все попали в интеллектуальные игры, с чего все началось и как давно вы принимаете участие в этом действии замечательном. Сергей, это вам слово. Спасибо. На самом деле я в достаточно зрелом возрасте попал в это замечательное действие, назовем это так, это было приблизительно 4 года назад. Мой сын, более случая, наверное, я так думаю, меня привлек к этому мероприятию. Было вакантное место в одной из игр. Я совершенно не представлял себе, что это такое. Лишь только лишь имеем в виду, что где, когда передачу, которую мы все видим по телевидению. И вот как-то так приблизительно себе представлял. Конечно, внутренние амбиции добавил сына, уверенностью, что должно что-то получиться. Коротко говоря, первое впечатление было ошеломляющее. Даже, может быть, не то, что со знаком минус, а со знаком неожиданности. Потому как я к своему действительно удивлению увидел, что в городе в крае огромное количество талантливых молодых ребят, которые здорово соображают и, играя в эту игру, отвечают на вопросы, которые сходу, с первого раза совершенно непонятно, невозможно понять, о чем идет речь. Коротко говоря, я испытал некий шок. Он, наверное, в большей степени мотивировал мое желание разобраться в этом деле и действительно понять, что же такое настоящие интеллектуальные игры. Этот мотив пересилил все остальное. Несмотря на то, что я испытывал, безусловно, некое опасение от того, что все-таки мне не 18 лет, и как я буду выглядеть на фоне молодежи, тем не менее, я начал этот нелегкий путь, который буквально в очень короткое время стал для меня очень интересным. Не скрою, затмил целый ряд других моих хоббий, и я понял, насколько прекрасно это и удовольствие, и времяпровождение, и форма отдыха, и досуга, и саморазвитие. То есть здесь можно долго говорить о прекрасном эффекте, который произошел. И я втянулся в хорошем смысле этого слова в это мероприятие. Вот, как я уже сказал, 4 года мы играем. Через год у нас возникла своя команда, в которой мы уже прошли достаточно богатый путь по меркам, наверное, Владивостока. Не буду там говорить, что мы что-то такое сногсшибательное сделали. Но, тем не менее, за эти годы мы сыграли во множестве турниров. Целый ряд из них выиграли. Формировалась интересная творческая команда, единомышленников, в основном сотрудников нашей компании. Соответственно, сегодня это занимает большой удельный вес в моей жизни, в моем досуге и, вообще говоря, в жизни наших, моих партнеров, коллег, игроков. 4 года – немалый срок, безусловно. И чемпионский статус, я так понимаю, так просто не зарабатывается. Но вам удалось это сделать. Я вас поздравляю. Мы еще подробнее потом поговорим о том, как градируются, вообще по какому принципу выбирают победители именно в корпоративных интеллектуальных играх во Владивостоке. А сейчас я хочу передать слово Маргарите. Маргарита, как началась ваша история? Моя история началась сразу с того, что я пришла в интеллектуальные игры не как игрок, а как организатор. Три года назад до сих пор здесь и провожу с большим удовольствием, принимая участие в помощи организации других дополнительных мероприятий. Это и ЧГК, и различные фестивали интеллектуальных игр. И уже на протяжении двух с половиной лет я помогаю нашему замечательному ведущему организовывать потрясающую корпоративную интеллектуальную лигу, в которой за два с половиной года приняли участие более 50 команд. То есть более 50 представителей организации города Владивостока приняли участие. Ну, говорящая цифра на самом деле. Это действительно подтверждает тот факт, что играть интересно, играть полезно. И, конечно же, наверное, это помогает снимать стресс. Ваша история? Ну, у меня история началась даже больше, чем 4 года назад. Возможно, 5 или 6. Я случайно пришел на одну из игр, просто в качестве игрока, от которого ничего не ждали. Но мне настолько понравилось, что в первой же игре я дал несколько правильных ответов. И с тех пор просто все завертелось. И интеллектуальные игры... Остановиться уже невозможно. Да, это стало основным моим хобби. То есть я не занимаюсь склеиванием самолетиков, велоиздой. Именно интеллектуальные игры. Поэтому, когда стал вопрос, участвовать или нет в корпоративной лиге, я даже думать не стал. Просто сразу собрал команду. И с тех пор мы в самые первые игры принимаем участие. Пропустили всего, кажется, две игры. Две игры, да. Какие-то отличия от всем известной и любимой, как вы сказали, Сергея, игры «Что, где, когда» есть. Все мы знаем правила этой бессмертной, не побоюсь этого слова, передачи. С удовольствием мы ее продолжаем смотреть уже много-много поколений. Так вот, отличаются ли все-таки чем-то игры «Килл»? Вот «Что, где, когда». Если да, то чем? Но вообще очень сильно отличаются. Естественно, все знают интеллектуальные игры по знаменитой телевизионной игре. Но на самом деле, когда сам попадаешь за стол, ты понимаешь, что в телевизоре все по-другому. Начиная с того, что там какие-то очень умные дядечки-знатоки отвечают на очень сложные вопросы. Когда ты начинаешь играть сам, ты понимаешь, что все вопросы можно разобрать техникой, либо элементарными знаниями. Даже сам создатель этой телевизионной игры, Ворошилов, говорил, что знаний много не нужно. Хватает знаний уровня 10 класса. Все остальное – это умение разобрать вопросы. И когда ты начинаешь сам в это играть, ты понимаешь, насколько ценна работа команды, насколько твоих знаний хватает, что это тебе по силам, и ты спокойно можешь оперировать любыми вопросами. И главное отличие сейчас для меня этой игры по телевизору – то, что сейчас мы нашей командой можем взять практически любой вопрос из тех, которые показывают по телевизору. То есть мы справляемся лучше знатоков, которых... Вы себя проверяете, да? Конечно. Это один из элементов тренировки обязательно. Сергей, вы согласны с Александром? Я абсолютно солидарен с Александром. Единственное, хочу добавить еще таких несколько ремарок. Ну, во-первых, телевизионная игра – это все-таки шоу. Это все-таки некая презентация в целом интеллектуальных игр, и, конечно, ее главная цель – привлечь внимание телезрителей. Ну, например, если там игры, вопросы были бы крайне сложные или крайне простые, боюсь, что это могло бы кардинально поменять ситуацию, части привлекательности этой игры. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, то, что мы видим на поверхности, это, наверное, главный такой миф, что чем больше ты знаешь, абсолютных знаний имеешь, тем легче и проще играть. Вот, как Александр уже отметил, это на самом деле далеко не совсем так. Так, общая начитанность – это не является гарантией успеха. Есть свои правила, есть свои писанные, неписанные, истинные технологии и механизмы игры в эту игру. То есть абстрактное мышление, поиск логических ключей и так далее. Вот эти вещи и соизмеримо важнее, и до них, чтобы дойти, нужно много тренироваться. Между прочим, я хочу отметить такую вещь, что игра – это замечательно, но еще и все команды тренируются. То есть это огромная индустрия, а то, что мы сегодня с вами видим по телевизору, это лишь некий такой айсберг на поверхности. Я как раз хотела спросить про тренировки, безусловно. Я прям знаю, что команды собираются вне работы, иногда там уделяют даже, может быть, на работе там немного времени. И действительно, как вы сказали, Сергей, тренируются. Маргарита, расскажите о системе тренировок. Смотрите, когда команда новая приходит к нам в клуб и изъявляет желание поиграть, собирают до 8 игроков в команде, мы со стороны ведущего и еще одного организатора Константина предлагаем провести тренировку. Мы приезжаем в офис, рассказываем, как правильно, можно так сказать, раскручивать вопросы, где искать таинственные ключи, как правильно придерживаться формы вопроса, чтобы ответ был, подходил по форме вопроса, потому что частенько бывает, что считают, что вроде похож ответ, можно ответить, а нет, там будет совершенно другой. Далее, после уже игр мы берем фидбэк от команды, спрашиваем, что не получилось, какие вопросы были сложные, смотрим по таблице турнирной, какие вопросы провалила команда, ищем похожие, приходим еще раз, тренируемся. Также зачастую, так как я со стороны организатора, прохожу мимо столов команд и слушаю, как команда обсуждает вопросы. Дальше, после игры я говорю, вот здесь вы не докрутили, а вот здесь у вас этот человек увел вас не туда, вы его посмотрите, может у вас на работе он также уводит вас не туда, ваш бизнес. И действительно, как игроки ощущают себя за столом игровым, так же они себя потом проявляют и на работе, и в команде. Интересно, что вы проводите также аналитику параллельно с играми. Понятно, что команды, конечно, тоже анализируют, там проигрыши, выигрыши, но тем не менее, в свою очередь, организаторы тоже этим занимаются. Ну вот вы сейчас как раз перешли тоже к одному очень большому плюсу интеллектуальных игр, я могу сказать, наверное, одним общим словом, тимбилдинг. Да, вот как действительно уже успели интеллектуальные игры повлиять конкретно на вашу работу, я бы хотела сейчас услышать. Сергей, наверное, вам слово. На самом деле, если угодно, я даже стал немножко по-другому смотреть на жизнь, на своих сотрудников после вот такого участия в играх, после этапов и поражений, и побед. То есть, это получается, мы существуем в новом, совершенно новом, свежем для нас пластике жизни, где мы не просто только в зоне бизнес-процесса, в рабочих, но мы находимся в совершенно другой, не менее интеллектуальной зоне. Поэтому я хочу сказать, что меняются отношения к жизни. Разумеется, люди, кто действительно заинтересовался этим делом, они занимаются саморазвитием все в большей и большей степени. То есть, их зона креативного мышления, скажем, в хорошем смысле возбуждается и требует саморазвития. И вот это очень важно. И, как уже было сказано, это же не просто сумма одиночек, интеллектуалов, которые играют. Это игра команды, и там функционал тоже расписан, как и в бизнесе. То есть, очень много аналогий бизнеса и такой работы, скажем так, за столом. Поэтому здесь кумулятивный эффект однозначен. Александр. Ну, для себя я отмечаю такую более утилитарную сторону этого вопроса. Потому что, находясь за столом, видя, как другие люди отвечают на вопросы, раскручивают вопросы, видя области знания, отличные от моей области знания, я понимаю, как, собственно, можно мыслить иначе. Не так, как это делаю я. Я, опять же, вижу, как размышляют люди, с которыми я работаю. Например, у нас в нашей команде, ее было очень просто собрать, потому что у нас большая компания, и люди пришли с разных отделов. То есть, у нас есть и ребята с новостей, и специалисты из бухгалтерии, и дизайнеры, и админы, программисты. То есть, абсолютно различные области. Те, с кем даже вы по работе не всегда пересекались, вероятно. Да, с некоторыми мы за 5 лет работы в компании даже едва ли виделись. Действительно, и я просто понимаю, как эти люди смотрят на жизнь, смотрят на вообще обучение и, собственно, работу. И поэтому мне проще стало коммуницировать и даже в собственном отделе, и с другими отделами. И я уверен, что другие члены команды, они так же, как и я, смотрят на других людей и учатся. Я одну фразу добавлю про очень захотелось. Вот смотрите, на работе все просто, есть начальники, есть подчиненные, есть некий трудовой договор, трудовой кодекс и так далее. То есть, четко прописана иерархия поощрения, наказания, заработная плата. То есть, есть четкий финансовый правовой инструмент, которым руководствуются предприятия и их сотрудники. А вот что касается игры, эти же люди теперь выходят из плоскости, где они существовали в какой-то иерархии, находятся в одинаковой, в ровной плоскости. И здесь нельзя никого рублем поощрить или, извините, наказать, благодарность вынести или объявить выговор, я шучу. То есть, все находятся в равном положении, равно уважаемом и равно интеллектуальном. Это очень серьезно заставляет порой смотреть на себя со стороны. А вот интересно, заставляет ли это смотреть, может быть, сотрудников, которые состоят на руководящих должностях, да? Может быть, вы увидели потенциал, которого раньше не видели в каких-то своих коллегах? Ну, по крайней мере, свои недостатки я имею в виду сразу и точно. А то, что некоторые ребята совершенно неожиданно открывались в новом свете и с новым креативным содержанием, однозначно. Маргарита, такой вопрос. 50 где-то компаний сейчас на данный момент принимают участие. Я уверена, что их будет больше. Понятно, что это люди абсолютно разных сфер деятельности. Вот вы проводите аналитическую работу. Есть ли такой результат, может быть, был у вас когда-то, точнее, повторялись ли результаты, когда представители определенной профессии выходили в финалисты или, наоборот, оставались всегда в конце турнирной таблицы? То есть, отслеживали ли такую тенденцию, что вот есть склонность у определенных профессионалов к победе в интеллектуальном клубе? У нас есть две лиги в клубе. Это любительская и профессионалы. Профессионалы, можно сказать, это уже такое закрытое сообщество на три месяца, где раз в месяц проходит игра. Туда не попадешь просто так. Чтобы пробиться туда, нужно пройти предыдущий сезон, отыграть очень хорошие игры, получить высокий рейтинг. И есть любительская лига, это как раз команды, которые новички, которые пришли поиграть, либо играли до этого в каких-то других играх и пришли к нам. И даже нет такой зависимости от профессии, либо от компании, как они мыслят. И есть у нас и страховые компании у нас играют, и выходят у нас в высшую лигу. У нас играют и банки, и играют различные новостные порталы, и играют различные, можно сказать, департаменты города Владивостока. Игра это общественная организация у нас. Игра построена на том, что ты не знаешь никогда, кто возьмет, можно сказать, вопрос. У нас дается 100 баллов на каждый вопрос. Сколько команд отвечает, столько получают, и баллов они все делятся в равной степени. И никто не знает, кто когда получит сотку. Сотка это 100 баллов, после которой команда может выйти в финал моментально, подняться в турнирные таблицы, например. Александр последние несколько игр очень взяли много соток и вырвались вперед. И также команда Сергея в прошлом сезоне брали сотки в вопросах, которые мы считали, что они достаточно трудные. И вот их никто не возьмет, но решили взять их все-таки в игру, потому что они интересные. Вот поэтому двигаемся в таком направлении. Я так понимаю, что победу команды принимают достаточно эмоционально. Я права? Первую победу хотя бы. Потом-то уже, конечно, наверное, привыкаете. Ну, безусловно. Когда у нас не было еще никаких побед, никаких результатов, но мы уже испытывали огромный адреналин от игры. Конечно, очень и очень хотелось победить и получить, неважно, формально, просто получить это удовольствие, получить этот статус победителя. Что там говорить? Все люди амбициозные. Все-таки играть в интеллектуальные игры невозможно без честолюбия, без какого-то адреналина. Неизбежно это нужно. Поэтому сейчас, когда уже, простите за нескромность, регалий достаточно много, мы можем к этому относиться уже с меньшим трепетом, скажем так. Больше уделяем внимание качеству игры, качеству нашей работы за столом и так далее. Но сам факт того, что это одна из самых эмоционально-адреналинистых игр, скажем так, это совершенно точно. Давайте, Александр, давайте. Намного больше, мне кажется, эмоций сейчас уже после стольких пройденных игр вызывает не победа, а поражение. Это всегда обидно, абсолютно всегда обидно. Но мы уже научились винить не кого-то, не организаторов, не вопросы, не другие команды, а винить прежде всего себя и винить прежде всего конструктивно. Это значит, что мы после каждого поражения, обидного, естественно, как ни крути, все-таки обидного, прокручиваем свою работу за столом, ищем ошибки и ищем, в каком направлении нам нужно двигаться и в каком направлении развиваться. То есть это тот момент, когда обида приносит свои хорошие плюсы, свои плоды. То есть мы становимся лучше после каждой игры, независимо от того, поражение это или победа. Победа это приятно, это честолюбие, поражение это самосовершенствование. Опыт с ошибок трудно. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор об интеллектуальных играх. Я думаю, мы немножечко напугались сейчас наших телезрителей тем, что это так сложно, так эмоционально. Александр так рассказал, что победа с таким трудом достается, проигрыш принимается тоже с трудом. Давайте все-таки, наверное, немного расскажем о доступности, что на самом-то деле попробовать может каждый. Я думаю, что практически каждый не сможет остановиться. Сергей, вам слово. Да, это очень важный момент, психологическая мотивация на старте тех команд, которые только-только начали. Потому что действительно в городе есть очень высокого уровня команды, их очень много. Если новички попадут на какой-то первый турнир, куда они случайно решили прийти, конечно, чего греха таить, они могут испытать негатив, потому что никто не хочет занимать последнее место, никто не хочет чувствовать себя ущербным, не дай бог, еще в интеллектуальной зоне. Поэтому здесь есть очень большой фактор психологии. Именно поэтому, на мой взгляд, игра «Килл» замечательна тем, что она очень логически встраивается во всю большую индустрию интеллектуальных игр, при вори в том числе, потому что она тот первый кирпичик, с которого следует начинать. По многим факторам. Во-первых, вы лучше всех знаете своих сотрудников. В нем он ближе, понятней. Вы всегда так или иначе привязаны трудовыми отношениями с чем-то иным. Это во-первых. Во-вторых, вы идете играть с такими же командами. То есть это не какие-то элитарные команды с высоко рейтинговыми игроками и так далее. Это тоже команды, предприятия. То есть вы имеете единый некий социальный статус, некую лигу. Это просто всех во многом выравнивает и дает мотивации перехода в другие лиги. Поэтому здесь вы не будете испытывать, извините, какого-то внутреннего ущерба от того, что вы изначально на старте в более слабой позиции. Нет. А вот этот момент очень важный. Потому что в игре среди равных всегда можно неизбежно показать какие-то позитивную динамику и рано или поздно двинуться вперед. Что тоже неизбежный фактор мотивационный. Потому что это очень важно. И если, повторяюсь, этого не сделать, то КПД будет ниже. Просто вот так, как уже сказал Александр, собрать с улицы очень сильную команду – это сверхсложная задача, как и в любом виде спорта, как и в любом занятии. Поэтому это очень хороший первоначальный этап в играх. Александр. Ну, хотелось бы добавить еще, да, что часто отпугивают игрока нового, даже не другие команды, а уже настроенное общение внутри сформировавшейся команды. Система работы, да? Да, система работы. И просто новый человек, который попадает в уже сложившуюся команду, он просто пугается. Часто приходит один раз и уходит, испугавшись. И, к сожалению, чувствует себя ущербленным, как сказал Сергей Носович. Мне кажется, мы не упомянули еще один немаловажный плюс, потому что много представителей бизнеса принимают участие все-таки в корпоративных играх интеллектуальных. Маргарита, я думаю, вы ответите на этот вопрос. Я знаю, что бывали случаи, когда также и бизнес-отношения завязывались на интеллектуальных играх. Ведь это возможность в неформальной обстановке пообщаться с представителями разных сфер деятельности во Владивостоке. Правильно я понимаю? Действительно, это так. И заключались у нас даже договора между компаниями. И велись переговоры на дальнейший, на следующий год планировались проведение еще мероприятий дополнительных, совместных. Компании даже принимали участие в партнерстве, в спонсорстве некоторых мероприятий городских. Так же, так как у нас сферы разные абсолютно, у нас каждый может подойти, например, к Александру и спросить, а вот как мне вот здесь разместить вот эту информацию, как мне вот здесь получить, к Сергею подойти и спросить, а вот как мне вот оформить вот здесь, проконсультируйте меня. То есть все свободно подходят. Безвозмездно. Безвозмездно, да. Все свободно подходят, общаются друг с другом, все знают друг друга, решают какие-то даже личностные отношения. Спрашивают, а есть ли у тебя номер вот этого человека, а сведи меня вот с этим. То есть идет процесс коммуникации не только в, можно сказать, в команде, но и внутри клуба в целом. Своего рода бизнес-площадка такая очередная. Да, были даже ситуации, когда команде приходит 9 игроков, и 9 игрок сидит, можно сказать, на баре, численно грустит, а в другой команде, ну вот не хватает сегодня игрока, и его зовут, ну, приходи к нам, запасной поиграешь, да, запасной будешь у нас восьмым сегодня. И достаточно хорошие результаты человек показывает. И это плюс команде, что игрок посмотрел, как играют внутри другой команды, по секрету рассказал своей команде. И как-то это все тоже в дальнейшем обсуждается, и на тренировках команду уже активно стараются изучить что-то более новое. Вот к тренировкам, да, возвращаясь, Александр, к вам слово. Я еще хотел бы дополнить, что так как есть команды другие из смежной сферы, или из нашей же сферы, всегда есть такое некое противостояние. Мы, допустим, хотим обойти определенную команду, которая тоже делает новости, как и мы, которая тоже занимается медиа-контентом любым. И всегда приятнее, когда ты побеждаешь не, допустим, банк, а именно на узной портал СМИ. Да, для нас это тоже своего рода приятный бонус. Я знаю, что вы также хотели дополнить по поводу тренировок, да, что это, мы говорили о том, что это немаловажная часть при участии в интеллектуальных играх, точнее, не просто немаловажная, а необходимая, иначе все-таки до победы можно идти очень долго. Вам слово еще раз, Александр, по этому поводу. Как и другие игры, интеллектуальные игры, это тоже спорт своего рода. И как и в любом спорте, здесь можно и нужно тренироваться, а самая лучшая тренировка – это многократное повторение одного и того же. Чем больше команда сплачивается на турнирах, чем больше она работает над вопросами, над раскручиванием разного типа вопросов, тем лучше у нее будет результат всегда. То есть, нет, конечно, есть удачные примеры, когда команда выходит и сразу стреляет, но это как Майкл Фелбс, грубо говоря, проплывает, но проплыл почти сразу. Но чем больше ты работаешь над собой, тем лучше ты становишься. И в этом плане очень легко себя найти в подспорье. Мы можем друг друга тренировать, мы можем устраивать парные турниры, допустим, с какой-нибудь командой из корпоративной лиги. Мы можем просто встретиться также после работы на любой площадке абсолютно и поиграть в вопросы, кто первый, кто раньше, кто больше ответит. Вот и есть роль наставника, абсолютно согласен с Александром, особенно на первом этапе, когда действительно нужно чутко понимать, какие обозримые реальные задачи команда должна ставить, чтобы эти задачи были достижимыми, реальными, и психологию команда сохранила, наоборот, ее мотивировала. Поэтому вот вариант спаррингов, например, отличная идея, если еще есть наставник, который верно формулирует цели и находит команду спаррингов ровную по уровню, где бы команды вместе здорово развивались и двигались. То есть любая, есть хорошая поговорка, что в жизни есть две большие неудачи – иметь великую цель и уже ее достичь, или иметь великую цель и ее не достичь. Поэтому тут надо очень точно поднимать, куда мы двигаемся. А правда ли, что есть даже всероссийские турниры, может быть, международные? То есть игры, они выходят уже за рамки какого-то города, может быть, за рамки увлечения, хобби. Это действительно уже приобретает такие масштабы профессионального интеллектуального спорта. На самом деле, да, интеллектуальный спорт стал модным, действительно модным. И очень много игр проводится и во Владивостоке, и на региональном уровне, и на межрегиональном, и на всероссийском, и даже есть мировые чемпионаты по что, где, когда и по другим играм. Во всем можно участвовать, во всем нужно участвовать, на мой взгляд. От этого любая команда станет только лучше, как я уже говорил до этого. И действительно, корпоративная лига в этом плане – это хороший шаг, чтобы приобщиться к этому миру. Маргарита, что нужно, чтобы стать частью этого мира, мира интеллектуальных игр? Расскажите. Желание. Позвольте себе стать умнее, и на таком может стать абсолютно каждый. Посмотреть вокруг себя, своих коллег, кто сидит за соседним столом, в соседнем кабинете, и предложить – а пойдемте поиграем. В каждой организации есть отдел маркетинга, есть руководитель, к которому можно обратиться и сказать – а есть вот такая вот идея – давайте поедем, поиграем. Соответственно, желание вы свое проявляете, обратившись к нам. В дальнейшем мы говорим, какие даты, ближайшая дата любительской корпоративной лиги у нас придет – 18 июля. Мы подготовим вас к этому турниру. Также можно прийти через неделю уже на высшую лигу и посмотреть, как играют профессионалы. То есть я правильно понимаю, что найти вас легко? Да, мы доступны во всех социальных сетях, поэтому легко нас найти и узнать про нас можно больше. То есть количество игроков не ограничено, присоединяйтесь. Ну что ж, нам пора заканчивать, к сожалению. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам сегодня. Спасибо за то, что вы делаете. И я желаю вам, конечно, только побед, развития, удачи и побольше интересных новых команд и игроков. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Анна Бережная.